Внеплановые каникулы образовательного учреждения закрываются на карантин в регионе Бушуи-Тур-Ви, когда местным ученикам снова запарты. Строительный бум в Ненинском округе до конца года должно появиться порядка 40 тысяч новых квадратных метров жилья. Такое заявление сделал вице-губернатор на рабочем совещании по вопросам строительства многоквартирных домов. О чем еще шла речь? Разговоры о наболевшем глава региона провел очередной личный прием граждан. С какими проблемами жители из-за полярного субъекта обратились к Александру Цибульскому? Спортивный праздник в Наринмаре подвели итоги традиционной всероссийской массовой гонки «Лыжня России». Среди участников более 200 человек. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте! Подводим итоги понедельника. Первого рабочего дня в студии Олег Хатанзейский. И мы начинаем. Школа Наринмара и поселка Искателей закрываются на карантин. Это связано с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Учебный процесс в общеобразовательных учреждениях будет приостановлен со вторника и продлится до 19 февраля включительно. Об этом информирует Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого округа. Причиной, напомню, карантинных мероприятий является превышение эпипорога по заболеваемости гриппом и ОРВИ в регионе. Как сообщили в местном Роспотребнадзоре, в период с 4 по 10 февраля за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратилось 854 человека. Зарегистрировано 12 случаев заболевания гриппом. По сравнению с предыдущей неделей, заболеваемость ОРВИ население увеличилось по округу на 33%, а по городской местности на 44%. В этой связи главным государственным санитарным врачом по Ненецкому округу Натальей Кирхар издано постановление, в соответствии с которым с 11 февраля в Ненецком округе вводится комплекс режимно-ограничительных мероприятий. Эпидиологии рекомендовали также приостановить на данный период проведение массовых занятий в закрытых помещениях для детей. Это футбол, баскетбол, волейбол и так далее. В учреждениях дополнительного образования на территории города Наринмара и поселка Искателей. Другим темам. К концу года в Ненецком округе должно быть построено 39 тысяч квадратных метров жильян. Такую задачу участникам рабочего совещания по вопросам строительства многоквартирных домов на территории региона обозначил вице-губернатор Александр Лидер. Наряду со специалистами профильного департамента в установочном совещании участие приняли исполняющие обязанности директора централизованного стройзаказчика, а также руководители всех организаций, реализующих проекты по жилищному строительству в Ненецком округе. Речь идет непосредственно о завершении строительства объектов. Отдельные задачи уже для других органов власти, субъекта и муниципалитета. И отдельные сроки обозначены по заселению новостроек. Александр Лидер отметил, что Ненецкий округ входит в работу над региональной частью нацпроекта «Жилье и городская среда». В числе целевых показателей проекта к 2024 году ввести 217 тысяч квадратных метров жилья. Это значит, что ежегодно необходимо возводить от 30 до 40 тысяч квадратных метров. Речь шла не только о строительстве в Наринмаре, но и на селе. В настоящее время централизованным стройзаказчикам заключено 14 контрактов в сфере жилищного строительства. Все объекты планируются к сдаче в 2019-2021 годах. Александр Цибульский провел личный прием граждан. На встречу с главой региона в приемную председателя «Единой России» Дмитрия Медведева в Наринмаре пришли более 15 человек. В основном людей интересовали вопросы, касающиеся предоставления компенсационных выплат многодетным семьям взамен земельного участка, а также очередь на социальное жилье. Ряд обращений жителей округа носил коллективный характер. Жилищный вопрос остается самым актуальным для жителей округа. И хотя эту проблему власти региона решают самыми разными способами, большая часть вопросов, с которыми обращаются к главе региона в ходе личного приема, традиционно касаются именно жилья. У меня проблема с квартирой. Мы 8 человек сейчас живем в Душке. А жила до этого в коммерческой нами, меня оттуда выгнят. Потому что, говорят, раз в 5 лет прожила, у них такой срок, что на 5 лет даются и все. Мы сейчас 8 человек в Душке живем. 56, если не ошибаюсь, квадратных метров. Глава региона отметил, что сдвинуть очередь на социальное жилье возможно только при наращивании темпов строительства новых домов. Одновременно расселить всех из этой очереди просто невозможно. Вы тоже поймите, у меня просто нет права взять кого-то из очереди, переставить на первое место. Это будет несправедливо всем, кто стоит перед вами. Но я просто по закону не могу этого сделать. Я бы рекомендую посмотреть, может быть, подключитесь тоже, может быть, детям, да, как-то там посмотреть с точки зрения предоставления на коммерческом найме жилого помещения. Работники системы дополнительного образования детей обратились к губернатору с вопросом организации работы блока художественно-эстетического направления «Дюц-Лидер». В частности, речь шла о необходимости расширения площадей для занятий с детьми. Частично этот вопрос решен. Администрация Заполярного района выделила учреждению помещения в одном из административных зданий на территории поселка Искателей. Мы без всяких, в общем, вопросов абсолютно нормально, даже не сомневались ни секунды, выделили эти 210 квадратных метров. Но это офисное здание, у нас всё, что есть. Мы 700 метров отдали Дому культуры Искательскому, то есть в сумме мы уже тысячи метров отдали. И всё тоже бесплатно. Вместе с тем педагоги доп. образования посетовали на нехватку помещений для занятий с детьми в Наринмаре. За 25 лет Дом детского творчества переезжал несколько раз. Мы не имеем своего специализированного помещения, которое предполагало бы полноценные занятия по обучающим программам дополнительного образования. Поэтому обещали, и когда-то даже был проект, не раз он был, что дом этот должен стоять в центре города, соответственно. Соответственно, это помещение, вернее, напротив Дюцлидер, где у нас Вечный Огонь, рядышком на месте старой седьмой школы, которую тоже снесли. То есть это тоже вкануло непытьём. На сегодняшний день администрация региона рассматривает возможность передачи для этих целей здания школы номер 3 на улице Ленина. Это произойдёт после того, как будет сдано в эксплуатацию новое здание школы в микрорайоне авиаторов. Я не возражаю против третьей школы и сделать из него дополнительное образование. Только единственное, надо понимать, что мы сначала перевозим уже третью школу, где-то конец этого года, начало следующего ребят. Потом должны начать капитальный ремонт для того, чтобы привести её в порядок. Это где-то ещё год. И после этого можем, естественно, её расположить. Третья школа тоже оптимальный вариант. Она расположена идеально, там хорошая операция, но только её надо немножко привести в порядок, потому что она уже так изношена. Кроме того, в ходе диалога с педагогами губернатор дал поручение своему заместителю, курирующему в регионе работу образовательного блока Наталье Сидоровой, организовать для педагогов дополнительного образования поездку в регионы, где успешно реализуется работа с детьми на базе кванториумов. Александра Литкова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Депутаты окружного собрания посетили с рабочим визитом село Великовисточное. В ходе рабочей поездки вице-спикер регионального парламента Максим Арбузов провёл приём граждан. В частности, жители Великовисточного пожаловались на работу межмуниципального транспорта летом речных трамвайчиков зимой судно на воздушной подушке. Судно на воздушной подушке приходит всего два раза в неделю, но его расписание зависит от многих факторов, в том числе и погоды. Подушка ходит дважды в неделю, но из-за погодных условий, по техническим причинам, бывает она не приходит вовремя. Жители просили увеличить количество таких рейсов. Ещё один вопрос, тревожащий сельчан, это подключение домов к общей тепловой сети. Что касается подключения к тепловой сети, к центральной, насколько я понимаю, сама сумма этого подключения, например, устройства магистральной, магистральной, по которой подаётся тепло, 300 метров, как мне объяснили, это несколько десятков миллионов. Но тут другой вопрос возникает, что существующая котельная не справится с нагрузками, которые возникли из-за новых потребителей тепла. То есть одно связано с другим. Люди хотят получать тепло от центральной сети, но реконструкция котельных – это уже вопрос тоже нескольких десятков миллионов рублей, а потребителей не так уж и много. Тоже надо будет идти на компромисс. Все вопросы, поступившие от жителей села Великобристочная, будут рассмотрены, по ним будут приняты отдельные решения. В двух поселениях Ненинского округа планируют провести конкурс на лучший сельский двор. Данная инициатива участвует в конкурсе общественно значимых проектов «Единая Россия». Как сообщили в региональном исполкоме партии из Ненинского округа, в конкурсе участвуют заявки от трёх первичных отделений. Одна из заявок поступила от сельских первичных День России «Андик» и «Малоземельская». Её авторы собираются провести в деревне Андики посёлке Нельминос конкурс на лучший сельский двор, который будет проходить ещё не лето и сопровождаться мероприятиями по благоустройству и озеленению населённых пунктов. Помимо этого, первичное отделение «Малоземельская» отправило на конкурс отдельную заявку, в которой предлагается установить в посёлке Нельминос информационные стенды. На них поселковая администрация будет размещать социально значимую и активную информацию о жителе своей объявления. Ещё одну заявку подала на конкурс Нельмарское первичное отделение «Старт». Инициатива касается проведения серии спортивных и досуговых мероприятий, направленных на возрождение традиций совместного семейного досуга и добрососедства. В Северо-Западном федеральном округе дан старт третьему межрегиональному конкурсу сочинений «Я гражданин России». Организационный комитет конкурса в составе всех 11 регионов округа обсудил концепцию и утвердил календарный план проведения мероприятия. Участие в работе совещания от Ненецкого округа приняли руководство Департамента образования, культуры и спорта и Ненецкого регионального центра развития образования. Подробности далее. Межрегиональный конкурс сочинений «Я гражданин России» состоится на территории Северо-Западного федерального округа в третий раз. Участие в нём для учащихся и педагогов – это не только возможность проявить свои таланты, но и получить их заслуженное признание на высоком уровне. Проведение конкурса сочинений станет ещё одним шагом в деле воспитания гражданской позиции у школьников и их приобщению к идеалам патриотизма. Конкурс проводится с целью формирования и развития гражданственности и патриотизма у детей нашей страны. Цель и задача конкурса – это сохранение и поддержка традиционных и нравственных ценностей, укрепление единства российского народа, сохранение исторической памяти. Инициатива проведения конкурса была выдвинута Петербургом и другими регионами в 2017 году и получила активную поддержку аппарата полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Школьники и студенты в очередной раз поделятся своими мыслями и взглядами на патриотичность через историю крупнейших событий в стране и истории своей семьи. Данный конкурс проводится в нескольких возрастных группах. Это обучающиеся 7-8 классов, 9-10, 11 классов и студенты средних профессиональных организаций. В том году организационным комитетом было принято также решение о том, что будет проведено онлайн-голосование и авторы трех сочинений, набравшие наибольшее количество голосов, будут признаны также лауреатами конкурса сочинений и будут приглашены на торжественную церемонию в город Санкт-Петербург. Планируется, что генеральным партнером проекта по уже сложившейся традиции выступит «Лукойл Северо-Западнефтепродукт». Организатором в Ненинском округе вновь выступит Центр развития образования. Данный конкурс проводится в два этапа. Первый этап проходит внутри образовательных организаций, второй этап проходит на региональном уровне. В прошлом году внутри образовательных организаций участие в данном конкурсе приняли обучающиеся 7-10 классов и насчитывалось количество более 500 человек. На региональный уровень каждая образовательная организация предоставляет по 5 работ от своей школы. Сейчас в Центре развития образования разрабатывают положение о проведении конкурса, после чего объявят о приеме заявок. Лауреатами конкурса «Я гражданин России» в прошлом году от Ненинского округа стали Александра Лудникова, Арина Дьянова, Анатолий Кузьменюк и Дарья Кононова. Александра Литкова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». Нарьинмарцы приняли участие в 37-й открытой всероссийской массовой гонке «Лыжня Россия». Она состоялась в эти выходные на базе спортивной школы «Труд». В полдень 10 февраля стартовало более 200 лыжников, профессионалов и любителей. Подробнее о том, как проходило состязание, в материале Ольги Руссоу. Всероссийская открытая массовая лыжная гонка проводится с 1982 года. Ненецкий округ включился в массовый забег несколько позже, но вот уже более 10 лет нарьинмарцы стараются вместе со всей страной встать на лыжи в этот день. Официальная дата проведения – 9-10 февраля. Хорошо, что в этот раз у нас, в этом году, мы немножко, конечно, у нас планово она была вчера, но мы немножко сместили ее за прогнозы погоды. Сегодня у нас погода не подводит, и я думаю, что мы чудесно проведем это данное мероприятие. Лыжня «Россия» – одно из самых любимых соревнований в Ненецком округе. Обычно в нем участвуют более 200 профессионалов и любителей. Традиционно первыми стартуют самые маленькие. Вот, например, сейчас бегут девочки. Юным участникам, а самому маленькому зарегистрировавшемуся спортсмену 5 лет, предстояло преодолеть дистанции от 500 метров до 1 километра в зависимости от возраста. Воспитанник детского сада «Семицветик» Артем впервые участвует в гонке. Я хотел победить, и я обогнал того мальчика. Болела за Артема мама Анастасия. Поддерживала морально, ведь главный принцип любых соревнований – участие, а не победа. Ну, у нас пригласили Лариса Алексеевна по физкультуре. Преподает в детском садике «Семицветик». И в садике тренировался, и дома, на лыжах, возле дома тренировался. Ну, и нас пригласили, и мы, конечно же, пригласили. Первый раз участвовали, но, думаю, ничего. Гонка «Лыжня России» проводится ежегодно. Она рассчитана на широкий круг любителей лыжного спорта. Строгих возрастных ограничений здесь нет. Единственное, в отличие от большинства регионов, в Нянецком округе лыжники стартуют не с копом, а в нескольких забегах по возрастным категориям. Опять же, это на откуп регионам дается. То есть мы для того, чтобы малыш 5 лет не побежал, например, 10 километров, это хоть и физкультурные мероприятия, да, они все массово стартуют, но мы стараемся разделять, потому что это будет приятнее, зачем ребенку младшего возраста бежать длинную дистанцию. Я думаю, что это будет более актуально и более правильно. Цель соревнований – привлечение взрослых и молодежи к регулярным занятиям лыжными гонками и дальнейшее развитие и пропаганда физической культуры и спорта среди населения. Я вчера ехала 9 километров на тренировке, а сегодня не ездила. Только один километр проехала. Ну, я думаю, что где-то пятая, вчера четвертая займу. Ты волнуешься? Да. Да нет, не сложно. Трасса хорошая, лыжи хорошо катят. Дистанция 1 километра. Я считаю, что нужно вести здоровый образ жизни. Я хочу дожить до пенсии и еще на пенсии пожить. Поэтому я хочу быть здоровой, очень долго быть молодой и красивой. Вот. Это первое. Второе. Я хочу, чтобы мои дети были тоже здоровыми, росли. И поэтому я должна показать им свой личный пример. Вячеслав Вахрушев из Красного ежегодно участвует в гонке к лыжне России, готовиться за год. Для него это не только спортивное состязание, но и возможность встретиться с друзьями, единомышленниками из города. Мне, наоборот, удовольствие предоставляет прокатиться. Что еще? Массово, видишь, люди. Может, кого-то знакомых еще увижу. Каждый год одни и те же бегают. Почти год не видимся, а потом встретимся опять на лыжне. Кроме того, к всероссийской акции в этом году подключились шесть населенных пунктов Неницкого округа. На лыжню России вышли жители Коткина, Оксина, Нижнепешин, Эльминоса, Красного, Неси. В каждом филиале у нас проходят мероприятия, такие же аналоги. И за счет деревень, за счет сельских поселений у нас как можно... Ну, с каждым годом мы постараемся привлекать людей. То есть там за счет статистики сельских поселений у нас количество будет намного больше. Победители и призеры соревнований получили памятные кубки, медали и дипломы Министерства спорта и Департамента образования, культуры и спорта Неницкого округа. Ольга Русул, Леонид Шишелов, Телеканал Север. На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего.